Ну что, Сильвия, как там успехи у тебя ютубовские? Да не очень. Насколько все плохо? Ну не сказать, что прям все очень плохо, но плохо. Нужен какой-то оригинал контент, да? Ну да. Всем уже надоели в видео про макияж, что в моем телефоне и так далее. Слушай, я вот тут думаю, у меня, знаешь, тоже не очень с каналом. Нет, конечно, у меня не сотка, как у тебя, а гораздо меньше, но и на нем дела идут хуже. Надо снять что-то новое, интересное, свежее. Да, вот, например, сейчас выходит сиатство естественное, кстати, в аптеке популярности. И мы можем снять какие-то свойства, естественные. Кстати говоря, да. Но будет это в новом формате такое, охотники за привидениями. Слышала про Диму Масленникова? Он сейчас монополист в этом плане. А мы сейчас, мы должны составить конкуренцию, тем более аудитория у нас есть. Даже сверху есть, между прочим, побычный сериал про искателей и призраков. Горст Фейсерс. Вот именно. Вот именно. Поэтому предлагаю так. Сейчас что-нибудь такое вот интересненькое найдем. Но, сколько я знаю, ничего интересного у нас в радиусе километров 200 нет. Так, сын, хотя, знаешь, я тут пару месяцев назад ездил в один город, называется Калязин. И там, говорят, было, произошло очень несколько интересных мистических событий. И так что мы можем записать блог. Тем более, туда еще никто особо не ездил, поскольку это самая адская глухомань, которую можно только придумать. Это хоть далеко-то? Доедем. Доедем. Ну так что, запускаем наш проект «Сверхъестественное». Ага. Ну, отлично. Тогда... Приедем, приеду домой, сделаю анонс. Хорошо. А я тогда напишу, быстренько наклацаю сценарий. И через пару дней едем. И чтобы текст выучила. Продолжение следует... Продолжение следует. Разв�anych за наэ Übedойup. По trade-либо к, поближarya, приходит для перерыв... По Ener backs, кроться будет seguir. Проül� Dowung. Полносятся встречи по каблу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На улице сейчас достаточно холодно В машине тоже Но ничего Как видите, я что-то снимаю Старые декорации Лес Снег Какие-то гаражи Слушай, ты, Зак, очень интересно комментируешь Ну да Потому что ты просто комментатор года Ну да В этот раз поступаю, как обычно я Потому что кое-кто уже в шестой раз заваливает город Я же говорила, что я не хочу на права идти Но я не могу для тебя возить вечность А тот сказал, что у меня вечность Надо будет возить У меня тут плюсной есть Просто мы сейчас едем в такое место Куда автобусы не ходят Спасибо за это Вышестоящим инстанциям Ну вот Кто хотел увидеть, как раз, мое лицо Вот тут, как раз, селфи Да вот она я В общем Личина я сегодня встала в шесть утра Легла в час Да Знаю, знаю Нефиг было, как говорится, в интернете сидеть Ну я искала информацию Так что не надо тут мне Что раньше надо ложиться Раньше надо ложиться И вообще я сейчас это снимаю Чисто из-за того, чтобы не заснуть тупо Рука болит Ты выучила текст, который я скидывал? Конечно Разве я когда-нибудь не учила текст? Ну, пока такого еще не бывало Ну да Ну, что еще рассказать? Ну Скоро у меня экзамен По бухчету Которого я нифига не понимаю С него эту шапку Колется Ой, ёх ты Как затормозило-то Она затормозила И прям вот Колеса встали Она проскользила Прям как вчера помнишь Тоже на большой скорости Я резко затормозил Чуть в аварию не попал Ну, слава богу, все обошлось Я так даже с родителями подала уже Но, правда, делалась синяком Вот, кстати, вот красивый лес Да, со знаком не бросай мусор Социальная реклама местная Еще с советских времен висит Я, кстати, еще видела социальную рекламу Мусор бросают только свиньи Ага Это когда в митинге едешь Ну, вот остановка К сожалению, там остановок нету Да, там остановок нету Твою мать Ой, не-не, я не имею в виду Твою мать Я поняла Это образно То, что я затормозил что-то резко И опять Если что, радио у меня не работает Так что ты мое радио Да Так, ну еще что рассказать Вчера ездила на дачу Да вот, вернее, на дачу ездила Кстати, в моем инстаграме Можете ценить фотки кошки дачной И, кстати, скоро И, кстати, сегодня, может, вечером Я еще выложу свежие фотки своей второй кошки Вернее, наоборот Потому что моя-то первая А дачная вторая, если по возрасту Так Я, правда, не знала, сколько мы сегодня домой вернемся Но я надеюсь, пораньше Иначе меня кошка загрязет Потому что я ее не кормила вечером Ну, что еще показать могу Ну, вот, кстати, вчера из Алиэкспресс Пришел новый чехольчик Вот такой парижский С эфи у башней Все, вчера Шапочку купила Вот, наверное, меня видели Вот С ушками Ну, не кошачьими Ну, просто такая проблема Что мне шапки не идут А это жутко понравилось Да уж Меня больше поражает Как с таким контентом Твой канал умудрился сотку собрать Ну Не знаю Видимо, людям это очень даже интересно Я не удивлюсь, если сегодня, когда мы приедем У нас будет анбоксик того, что у тебя в сумочке находится Прямо на месте, где эта ведьма обитает Либо разбор какого-нибудь мусора, который мы там найдем Главное, чтобы там библиотеки не было А то, что я зависну там на весь день Где? Голубу снять Давай снимай, снимай Сняла, сняла Сняла, сняла Да Кстати, за счет анбоксинга Ну, просто краткий анбоксинг Мои сумочки Кошелек Капли в нос Аллергия просто Зарядка на телефон Ну, сам телефон Запасной телефон На случай, если разрядится тот Такой старенький Став с голубанным экраном Думаю, основной вы видели Куда это дело не могу найти Я, кстати, планирую Как говорится, нанести Ну, как сказать, новую рубрику Let's play Как это очень оригинально Да Но Игорь я буду выбирать сама Это упростить мне бесполезно У меня краски на ноутбуке Кстати, у меня ноутбук еще достаточно слабенький Skyrim какой-нибудь Это бесполезно Ноутбук у меня даже его не сможет открыть Но зато у меня хорошо идут визуальные новеллы Дай угадаю Данганронпа И она тоже, но кроме последней части Уж сорян, но ее, как говорится, никак Да, это твоя самая любимая Да Особенно и на за эпизод Но это больше шутер Кстати, он у меня идет, но с флагами Ну, также спланируется Ну, классика Это, как говорится, небояна классика Бесконечное лето И Катава Щоджо Кстати, я точно буду делать рут Ханако Однозначно А потом после нее Лили Остальных посмотрим Если бы, конечно, лето, такой рут Я попробую вывести на Лену Конкретно Остальные, ну вот Получается говоря На Алису и Ульяну Я точно делать не буду Уж извините Это не мой типаж персонажа Так, ну вот мы и приехали Машину пришлось кинуть туда Поскольку Здесь все просто напрочь занесло А у меня, к сожалению, не внедорожник Ну Ты показывай, где этот дом Этой твоей знаменитой ведьмы Ну-с Надо пройти туда прямо И мы ее найдем Этот самый дом Я надеюсь, вы, мадам, выучили Текст, который я вам скидывал Накануне Конечно Ну-с Ну-с, будем на это надеяться А пока я поснимаю немного дорогу Чтоб здесь напрочь не заблудиться Хотя, конечно, тут всего лишь навсего одна дорога Вернее, дорога не только лишь одна, но Тут есть немало разветвлений Поэтому Надо быть предельно аккуратным Особенно в таком жутком месте Ты даже не представляешь Как же здесь холодно У меня единственное желание Это сейчас дойти домой Залезть в теплую ванну И не вылезать на протяжении часа Я полностью согласен, но Мне же надо какой-то материал на канал заливать И с этой получать деньги С показа рекламы Деньги, конечно, копейки, но все-таки Это что было? Не знаю, может быть, белочка? Угу У моего соседа, дяди Васи, тоже есть белочка Происходит каждое утро, когда он начинает Точно так же Теребонькать мне в дверь Так что да, пускай будет белочка Ничего, у меня дома вообще дятел В смысле дятел? В смысле сосед с перфоратором Ну Да, выходит, мне куда более повезло У моего только лишь кулаки Боже мой, как здесь красиво Хотя, видимо, красиво только лишь мне Как человеку, который постоянно живет в городе И деревья видит раз в год Ладно, я отъеду на дачу, если что Ну да За нами там никого нету? Нет И это хорошо Ой-ой-ой-ой, куда это вы попали? Ну да, не страшно Не всего страшного, а если бы тут озеро было бы глубокое Ну тут же озера нету Но это не точно Тут же все снегом занесло Конечно, это больше походит на широкую дорогу И даже видны следы шин Но Тем не менее, тем не менее Наша страна такая непредсказуемая С нашими лесами Я смотрела это место на гугл-картах Нету тут никакого даёба Ну-с, будем надеяться, что нету Кажется, мы идем в верном направлении Я вижу уже Ту самую ель, которая описана Такс Я тут вижу уже то самое дерево Которое и было описано в той самой легенде Одинокостоящая ель Чуть дальше от основного массива Видно, мы идем в правильном направлении А вот эта вот тропа Ухоженная Явно подсказывает, что это так По ходу дела этот дом уже давно превратился В место паломничества Для всяких сектантов Депрессантов Ну, такую погоду Надо быть просто идиотом И одними из них являемся мы Ну-с, тут я уже вижу, что Не только лишь мы Обращаем внимание на это дерево Это явно сектанты оставили О О, стрелочка Видимо, направление движения к этому дому Ну, значит, пошли проверим Пошли проверим Показывают налево Окей, пошли налево Ой, ой, чуть не проскользнулся Мы точно идем в том направлении Да, мы идем в том направлении Кстати Мне вот интересно Ты погляди на эти деревья Они тут все поваленные В одном направлении Но у нас не было же Таких мощных ураганов Да, в последнее время Ну, было так очень В сентябре Ну, вот Ну, от того урагана Если бы тут был, то Ну, вроде бы эти деревья В прошлый раз выстояли А тут Ни с того, ни с сего Что, если бы приезд Это такое ощущение с корнем прям Да Это и есть корни С подсега не видно Мы продолжаем свое Сверхувлекательное путешествие По этому лесу И прямо сейчас вы видите Этот памятник Неизвестного архитектора Бетонный столб Посреди леса Как видите Столб имеет форму Параллелепипеда И из него торчат Две Железяки Которых еще Не утащили любители Цвет мета Почему у меня это Архитектурное сооружение Так сказать Да Напрягает Я садю на него Чего-то жутко становится Знаешь Мне тоже жутко Я бы мог сейчас Про кое-что пошутить Но не буду То же самое Я помолчу Мы же не американцы Какие-то Чтобы до такого уровня Опускаться О Я что-то вижу Вон там вот Видишь Что-то крыша какая-то там Да-да-да Крыша Крыша То есть Хочешь сказать Что тут есть тот дом Похоже на то Я его представлял Немножко по-другому Вот знаешь Я тоже представлял Его немножко По-другому Ну давай Пошли тогда уж О Тут явно Скажи что-то Было зарыто Алло Белый кролик Какой белый кролик Здесь Я просто вчера На «Люсу стране чудес» смотрела Ага И мне очень понравилось Этот фильм Ну да Понятно Понятно Вот Вот Материал Скопается И длинула Мне кажется Или мы сюда Свернули Не знаю Вроде бы Правильно идем Дом там был Так Так Давай сейчас Пройдем До той развилки Вернем В ту сторону Кажись Немножко не туда Ну да Мне тоже так кажется Что мы немножко Не туда идем О Смотри-ка Помнишь Мы чуть ранее Снимали деревья Которые были В одну сторону И вот Другие деревья Поваленные Теперь уже В другую сторону Ты что Я от естественных причин От естественных причин Ты считаешь Да Ну в смысле То что их не специально Выкопали Угу Ну-с Хотя вроде бы Тут корневая система Даже нормально Как будто бы Какая-то Неведомая сила Взяла И эти деревья Повалила все О Я же говорил Что Мы туда идем Вон он тот самый дом Ну да Еле пить нас просто Ну все равно Давай-давай Пошли Ну ты первая Да Дамы вперед Да Дамы вперед А знали ли вы Откуда это выражение Пошло Когда-то Пещерный человек Перед тем Как войти в пещеру Он должен был Убедиться Что там Нету хищников И поэтому Первым Он всегда Пропускал дам Если дама Возвращалась Целая и невредимая Значит с пещерой Все в порядке А если С ней происходило То что с ней Происходило Значит Место надо Покидать Ну не обижайтесь Так мадам Я не обижаюсь А то я смотрю После моего Интересного монолога Вы как-то Не сильно хотите Со мной разговаривать А вот он тот самый дом Так видно Что его Без конца Тут посещают Оу Следы Кошка Ну собака Не знаю Так И мне нравится Вот эта вот надпись Почему? Почему? Приперлись к этой развалине Ну как? Ну с Кто первый пойдет? Ты С чего это вдруг? Ты же боксом занимаешься А не я Если что Ты отобьешься Да Да Отобьюсь Вот если Буду отбиваться То буду отбиваться Вот этой вот сумкой Которую вы мадам Запихнули Два с половиной Своих гардероба И которую я уже Битый час Вынужден нести с собой А чем то Что у меня больная спина Надо было брать меньше Ну? Ну Ну что ну Возьми Это мешаться будет Так Надо достать фонарик Ааа Руки замерзли Не хотят работать М? Сейчас Сейчас Я наверное Главное не уронить телефон Сейчас Промежь этих Упс Я что телефон оставил? Упс Блин Телефон оставил Гениально Я забыл телефон Ну просто С ума сойти Так что У кого есть фонарик? Сейчас У кого есть фонарик Тот идет первый Думаю сойдет Ладно Ладно уж Ладно Давай уж Я возьму Так Светит Да нормально Ну да сойдет Эх Как же я мог Так лохануться Забыл взять телефон Эгэгэй Сороконожки Бегите по дорожке Да это то самое место Ну тут относительно светло Фонарик даже не нужен И тут намного теплее Чем на улице Мои пальцы Они замерзли Просто Напрочь Потому что я не завёрзла. Ага. Ну, ради чего мы сюда попёрлись? Так, Снус, вы говорили мне вначале то, что вы выучили текст, так что... Так что вперёд и с песней. Итак, ты готова? Ага. Сейчас. Раз, два, три. Пошло. Здравствуйте. С вами шоу Сверхлестетинер. И мне надо тараторить. Да. Так. Ну, запись пошла. Здравствуйте. С вами шоу Сверхъестественное. И сегодня мы прибыли в этот заброшенный дом, чтобы найти знаменитую колязинскую ведьму. Это место, где мы сейчас находимся, это Середняково. И оно расположено около колязина, что... В общем... Чего? Не выучила текст? Кажется, я текст забыла. Нет, ты не забыла текст, ты его просто не выучила к сегодняшнему... Я его выучила. Ну, ладно. Потом озвучим просто. Ну да. Не припаясь, что ты... Давай так тогда. Ты встанешь и будешь просто губами двигать. Сейчас. Сейчас будет второй дубль. Итак. Раз, два, три. Запись пошла. Ну все. Достаточно. Да. Я уже с дневнадцатом примерно. Ну сойдет, сойдет. Ты тут походи немного вот среди этих... Надо как-то наш 15-минутный выпуск забить какими-то... Нет, конечно, я по дороге тут не снимал, но все-таки... Таким образом, можно сделать вывод о том, что данное... Это место весьма и весьма посещаемо. Видимо, людей... Никакие легенды о ведьмах не особо-то пугают. Ну конечно, после синтограмма взять и только ведьма не напугает. Ну и ктулху. Про ктулху это точно подмечено. О, смотри-ка, там сумка какая-то. Тот сумочку с собой. Слушай, вдруг там деньги. Ага. Я прекрасно. Давай, вставай на свет. Я так на свет, давай. О, блокнотик. Деньги там есть? Нет. Рубли, доллары, евро? Нет. Такие-то рисуночки. Похоже на план этого здания. Суночки, так что? Пирамиды какие-то. Похоже на счету домашку по тригонометрии. Остальное пусто, да? Сюда. Да. Шарфик. Пошь. Ой, я вот сейчас себе возьму, мне нравится. Угу. Правильно делаешь, что берешь себе, учитывая текущее положение дел в плане погоды. Угу. Ой. Вот телефон. Смотри, телефон. Да. Тут не включается. Ну, конечно, неизвестно, сколько он проболтался здесь. Ну, думаю, в принципе, продать можно за какие-то копейки. Симки нету. Угу. Ну да. У меня, кстати, был похожий класс его втором. У меня похожего вообще не было. Да что я говорю, у меня вообще не было телефона тогда. Косметика. О, сразу видно, что... Бежевые. Это сейчас больше похоже на блок, что в моей сумочке от Кати Клэп или Марьяны Ро, которые достают, показывают, что в моей сумочке. Да. Да, да, да. Ну, что в мистической сумочке. Да, вот так. Написываем. Кстати, тени, если кого-нибудь интересует, бежевые. О. Кстати, помада хорошая, если что. Ну да. Фраксусская, кстати. Да, кстати, да. Странно, что... Странно как-то раскидываются добром. Подводка. Ну, в общем, пока ничего интересного мы не находим. Так, это я заберу, а то у меня кончилось. Я слишком евреич, чтобы тратить. Угу. Прямо как и я. Ручка. Так, это я себе заберу. Багнотику. Это я себе заберу. Ага, держи. Спасибо. Так, и самое интересное. Флешка. О, вот это вот интересно. Причём не просто флешка, а с такой, не знаю, что это, скрепкой. Флешка, скреплённая в скрепку. Да, скрепкой, вот. Да, вот это вот. Ну, короче, понятно, что разваливается. А, развалившиеся. Ну, надеюсь, мы сможем восстановить то, что... 16 дегов. Значит, явно что-то интересненькое. Да. Так, это тоже с собой возьмём. Если что, используем в своих целях. Так, там что-нибудь есть ещё? Или пусто? Здесь пусто. Здесь? Пластырь. Угу. Ну, ладно, пригодится. Ну, всё равно, кача, сумочку я забираю. Ну, понятное дело. Ручку мою положи, мне некуда. Ой, 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 ой. Димон продам. У нас краски есть хорошие. Рядом с моим домом с не покраденого. Ага. Это замечательно. Ой, зря я на корточке сел. У меня слегка голова закружилась. О, пятно. Оф, ты минутку-то погляди. Там кто-то рушит стену, что ли? Нет, серьезно, смотрите. Это намеренно разрушенная стена. Вопрос, зачем разрушать стену? Причем есть праведенство, тут есть полицейская лента. Во-во, полицейская лента. Так, кусок трубы. Чего? Это не помни, совсем труба. Это такая, знаешь, светящаяся палочка. Так, светящаяся палочка. Я вот вижу вот другой, вот бетонный имею в виду. Видишь, такой вот типа трубы. Да, светящаяся. Ну и зачем она тебе? Не знаю, просто смотреть. Сейчас, если... Что? Не работает. Нет. Не, не работает. На фиг тогда. Да, абсолютно поддерживаю. Не, а, не показалось. Ну, здесь тоже вообще ничего интересного. Ладно, ты тут. Я тогда на втором этаже поснимаю. Ну, тут явно теплее, чем на втором этаже. Эх. Вылез на свет, просто вот слепит так, что невозможно идти. Ладно. Надо бы очки с собой взять. Ага, солнечные. Когда нету солнца. Так. Ну, знаешь, у меня светочувствительная сейчас к глазами скотчем. О, джигурда. Окей. Лорд джигурда, окей. Лестница. Так, тут все просто порушено. Вход на второй этаж порушен полностью. Так. У тебя сумка, поэтому не советую тебе сюда залезать. Ой. Не-не-не, я слишком ленив для этого. К тому же лестница вот порушена. Поэтому не хочу, не буду, так скажем. А если с той стороны как-нибудь подтянуться? С той стороны? Да. О, это что, кусок машины, что ли? Похоже на то. О, кстати, мой привет, YouTube. В смысле, где? Вот. YouTube. Hey. Так, с Макс Рож. Спарта. Жизы, Спарта! Повар. О, повар это вообще доисторическое. Сразу видно, что посещают ее не в первый день. И почему ценители классики? Да, ценители классики. Ладно, я не буду забираться, просто подойду поближе там. Сниму, что там на втором этаже. Но я так чувствую, что там все равно особо ничего интересного нет. Ну и кто бы мог подумать. Ну да, действительно, второй этаж. Не стоит того, чтобы на него... О, гляди-ка сюда. Вот этот уже чуть только интересненько. Видишь, там вот из окошка типа кровь. Вижу. Ну да. Интересный... Интересный арт-инсталляции в таком удаленном месте. А ты веришь, что это инсталляция? Ну, учитывая то, что... Тут наверняка любят сектанты приходить. Может быть. И да, и нет. Пентаграммы не видели, зато видели очень много бутылок из-под пила. Значит, это были не сектанты, а алкаши. У нас есть сектанты-алкаши, которые являются основателями секты под названием российские алкоголики, которые собираются по ночам на таких вот местах и проводят ритуалы по насыщению организма спиртосодержащими продукциями. В результате, чем самым они достигают бренность бытия, отправляясь в дальние меры. У меня, значит, и соседи такие сектанты. Да и у меня тоже. Главное, нам самими такими же не стать. Так, надо бы буквально еще эпизодик отснять. Ну, ты там, где ты просто стоишь перед домом и двигаешь ртом. Потом озвучим. Как обычно, в общем. Ну, начинай тогда уж. Давай, иди сюда. Продолжай рассказывать. Ну, все, достаточно. Там озвучим потом. Я надеюсь. Ну, там лилия или не лилия. Кстати, мне вот интересно, что это за конструкции посреди поля? Ты имеешь в виду вот эти заборчики? Нет, я имею в виду вот эти вот, которые кресты накрест с бревном поперек. Ну, что бы называются они козлы? У меня где-то на таких пилет дрова, но, в принципе, естественно, поменьше которые. А вот что они делают здесь, это большой-большой вопрос. Ну, и к тому же, я что-то сразу не обратил внимания на эти колышки, которые стоят. Ну, кроме того, что великаны пилят дрова, я не знаю. Еще и холодно, зараза. Сколько раз я уже сказал про то, что мне холодно? Не знаю. Не считала. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, десять. Что там считаешь? Что там считаешь? Да, эти колышки. Ой, смотри, колючая проволока. Это что, баррикады? Слушай, серьезно, это баррикады. Ты сильно не заходи, тут мало ли что может случиться. Ладно, я, я высокий, я выберусь. Да, серьезно, это баррикады. Не знаю, может, я не знаю, там страйкболисты. Ага. Ну, не знаю. Я просто когда была... Лично я сомневаюсь, что страйкболисты будут подвергать себе такому риску с настоящей колючей проволокой. Нет, потому что я когда была тут с подругой, мы видели разноцветные шарики. Ага. Понятно. Так, седьмой. Так, около седьмого, все. Так, надо откопать. Что откопать? То, что надо. Я чувствую, на меня что-то нашло, я не знаю, я чувствую, что надо откопать что-то. Слушай, ты что утром вытоплял? Я не знаю, надо, это надо откопать. Что надо откопать? Ты мне скажи, что? Твою могилу. Отлично. Фух. Мне больше достанется. Хех. Ура, отлично. Мне похрен. больше достанется этого клада я же не рассказал что я приехал сюда не просто так а чтобы этот несчастный клад найти который это ведьмочка закопала сюда и он находится точно здесь вот она вот она солома солома да значит все правильно все правильно я откапываю так ну-ка ну-ка все двумя руками было гораздо удобнее копать и поглядите что я нашел я чертов счастливчик ну то что она убежала у меня уже не волнует так надо бы посмотреть что у нас тут и для этого нужно что-то най найти место пойду-ка я в этом самом доме и посмотрю так тесно никого нету будем держать камеру между ног надо перчаточки снять что у нас тут о-хо-хо-хо о неплохо однако неплохо однако ну-с думаю в принципе денег за это дадут конечно немного но и жить на это в принципе можно так теперь мне главное чтобы добраться поскорить до машины и свалить отсюда она пускай мерзнет в этом лесу так минутку а откуда тут этот мост взялся я же прекрасно помню так а я вообще туда пошел не я вообще той дорогой иду ох 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 не нравится мне это все ох 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 Кто там? Кто это? Сильвия? Что она делает? Какая-то книга И мне это не нравится Эй, Сильвия! Ну нахрен, не буду я к ней приближаться Боже мой! Боже! А-а-а-а! Твою! Не упасть! Главное не упасть! О, черт! Почему у меня такие скользкие ботинки? Твою! Твою! Да, да, да. Что? Не нравится мне это. Ой, как не нравится. Ой, 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 дожили, что с ней такое случилось-то? Это определенно была не Сильвия, но кто же тогда? Это ведьма? Да боже упаси, что это была та самая ведьма. Если это была та самая ведьма, то почему она так похожа на Сильвию? Это явно не к добру. О, черт. А тем временем моя беготня по лесу становится еще интересней. Вы только поглядите, что я тут вижу. Идеально прямоугольный листок формата А4 с непонятной надписью на непонятном языке. Возможно, это покажется странным, что я сейчас его снимаю, хотя за мной гонится не пойми что. Но что мне еще остается делать в этом лесу? Тем более, что, во-первых, я заблудился, во-вторых, не знаю куда идти, а в-третьих, если кто-то найдет запись, то хотя бы, я надеюсь, поржет с того, как я убегаю. Так, интересно, брать записку или не брать? Нет, я слишком ленивый для этого. Итак, я, кажется, смог найти это место, которое мы проходили, потому что меня внезапно осенило пересмотреть видеозаписи того, как мы идем. Эх, и вот, пожалуйста, я так и нашел это место. Да, я умный, большое мне за это спасибо. Ну-с, остается только идти туда. Ой! Шо, опять? Верни, верни драгоценности, они принадлежат на тебе. А кому? Мне. Рафини Зальцев. Сильное заявление, проверять я его, конечно же, не буду. Нет, не-не-не, не вздумай подходить ко мне, я боксом занимаюсь. Верни драгоценности. Нет, мне нужны деньги на покрытие кредитов. Верни драгоценности, это приказ. Пошла на три буквы. Ух, ух. Ну все, дожили. Теперь в российских лесах обитают призраки австрийских графинь. Что дальше? Призрак коня Николая Первого? Хотя, учитывая то, какой бред творится в нашей стране сейчас, все возможно. Даже самое невозможное возможно. И, кстати, что-то мне эта дорога кажется знакомой. Хм, интересно, с чего бы это вдруг? О! Да, действительно, эти деревья я тоже прекрасно хорошо помню. Хм, интересно-интересно. А я вообще туда иду, не? Алло, гараж, куда я вообще иду? Опаньки. Что, меня опять выносит? Не-не-не-не-не, не пойду я туда, не хочу я к этому дому идти, не хочу, не буду. Не пойду, пойду лучше вон, кустами этими. Эй! Что? Я же к кустами шел. Я себе все джинсы из говняков в этих кустах и опять к этому дому вернулся? Да что это вообще такое? Хм, идти или не идти внутрь. Не-не-не, не пойду, не пойду, не пойду. Ки-ки-ки-ки-ки. Ну не-не-не. Боже, 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 боже. Почему я веду себя как Какой-то идиот в фильме ужасов Совершаю какие-то странные Нелогичные действия Может потому что мне страшно В конце концов Ведь самым логичным решением было При виде ведьмы Забежать прямо в ее логово Чтобы она наверняка Мне здесь сапала Эх Ну и что мне делать Что делать Хм Вроде бы она ушла А этот дымок из-за столба Мне уже не нравится Не-не-не Я же не самоубийца Не пойду, не пойду Не хочу, не буду Не пойду я на выход Хоть это и единственный выход Но это конечно же не точно О боже О боже, нет Верни драгоценности Сначала сделай ремонт В своей недвижимости А потом уже требуй Это приказ Они тебе не принадлежат А кому принадлежат? Принадлежат организацию Верни драгоценности Не верну Мне нужно кредит Сделай ремонт Сначала в своей недвижимости Верни драгоценности Верни Вот твои драгоценности Верни драгоценности Верни Верни Охотники за привидениями Где же мы, когда вы так нужны? Верни Это выход? Это выход Это выход Выход Еее От чистополе Все, я выбрался Вот тебе Вот тебе Они драгоценности Черт возьми Мизеру Спириту Уэру Гуида Тенебрис Воз Анимабус Алирум Гравитер Фелис Эст Аниматуа Фоэтоирибус Афи Лигантур Эд Пикантум Ин Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...